Всем привет! Сегодня 3 марта, Московская область. Я начинаю пикировку баклажан. Семена я высевала 14 февраля. Это гибрид Валентина. С прошлого года у меня оставалось 4 семя. В этом году я 10 семян купила. И все 14 они взошли. Но здесь одного семеница не хватает, потому что я его удалила. Он взошел с шапочкой. Поэтому будет у меня 13 штук. Баклажаны выглядят очень хорошо. Они не вытянились. Имеют по одному настоящему листу. Уже появляется даже второй настоящий лист. Поэтому самое время заняться пикировкой. Накануне я эту плошку пролила водой. Также заранее я всегда готовлю рассадные пакеты. Это пакеты 0,9 литровые. Имеют хорошие дренажные отверстия с 4 сторон и микроотверстия по всей длине пакета. Я такие пакеты использую для пикировки перцев, баклажан и томатов. И отсюда уже с этих пакетов я высаживаю растения или в открытый грунт, или в теплицу. Также заранее я засыпала эти пакеты почвосмесью. Эту почвосмесь я готовлю с осени. Есть рецепт. Можно зайти, посмотреть. Я оставлю ссылку. Единственное, я сюда добавила биогумус. Все. Земля такая. Знаете, и не сухая, и не мокрая. Полусухая, если можно так сказать. У меня все готово, чтобы распикировать баклажаны. Пикировать буду самым простым способом. Беру ложку и аккуратно вынимаю сиениц из плошки. Прямо с комом земли. Хорошие уже корешки у баклажан. Начинает подкручивать лист. Видно, да, семидольки? Это от того, что мало места уже. И заглублять я буду по самые семидольные листики. То есть баклажаны заглубляю. Чуть-чуть придавливаю. Все. Еще такой момент не сказала. Так как пакеты довольно-таки большие, практически литровые. Сиеницы все-таки небольшие. Я край пакета подгибаю. Ну, примерно на 3, может быть, на 4 сантиметра. Это с расчетом того, что я могу потом, когда баклажаны подрастут, этот пакет раскрыть до конца и подсыпать землю. Все равно земля будет уменьшаться, так как баклажаны ее будут съедать. И вот с этим расчетом я край обязательно подгибаю. Это касается не только баклажан. Также я делаю и с перцами, и с томатами. С рассадными пакетами. Это очень удобно. Делаю посадочную ямку и заглубляю. Баклажаны, я уже сказала, что я высевала 14-го числа, а 18-го числа они начали уже всходить. Вот если бы я их распикировала еще раньше, то они были бы, сеницы, намного крупнее. Но я всегда жду 1-2 настоящих листа. Также и с перцами, и с томатами. Все это делаю быстро. Обязательно пакет подписываю. В качестве наклейки я в последнее время стала использовать изоленту белую. Она очень хорошо потом снимается. Скотч все-таки приклеивается. И от солнца его сложно оторвать. А вот изолента очень хорошо. Такими рассадными пакетами я пользуюсь уже 4 года. Этим пакетам, вот этим конкретно, уже 4 года. Я их иногда подкупаю. Потому что, когда даю рассаду, пакеты в основном не возвращают. А так, если бы не раздавала бы, я бы пакеты не покупала. То есть, я когда высаживаю растения, я эти пакеты мою, дезинфицирую, складываю и использую на следующий год. То есть, это пакеты не одноразовые. Итак, я рассадила все 13 сеянцев. И теперь останется только полить. Я заранее, за минут 20-30 до полива, растворила в воде такой препарат, как калерин. Это биологический фунгицид. Это от черной ножки, от всяких гнилей. И с помощью вот такой груши я пролью. Проливать буду слегка, чуть дальше от стебля. Это просто для того, чтобы ушли пустоты и корешки хорошо соприкоснулись с землей. Вот таким образом. Простая вода в распылителе. И сверху сбрызну. Это просто, чтобы создать влажность. Я эти сеянцы, конечно, сразу под лампу вставить не буду. Они у меня на столе постоят до самого вечера. А потом уже я поставлю под лампы. Я баклажаны высеваю рано. Если бы я их выращивала в открытом грунте, я бы их сеять начала только, наверное, с 10 марта. Но так как я их выращиваю в мягких контейнерах, я их высаживаю рано в контейнеры и оставляю в теплице. И уже когда погода будет стабильно теплой, я эти мягкие контейнеры, у них есть очень удобные ручки, выставляю уже на улице. То есть с возможностью занести или вынести на случай холодной погоды. Но если просто в открытом грунте, конечно, нужно сеять попозже, иначе они перерастут. Баклажаны очень сложно выращивать в доме, в квартире тем более, потому что это такая культура, что может даже в квартире появиться и паутинный клещ, и обычно сухой воздух. Баклажан начинает крутить листики. Даже здесь вот видно, что по семи долькам они крутятся. Это потому что они были в маленькой оплошке, посеянной, да, слишком тесные условия. И, конечно, влажность в доме. Но это при условии, что у меня здесь мансарда, довольно-таки прохладно, и то он листик крутит. Но уже настоящий листик выглядит довольно-таки хорошо. Но сейчас я их рассадила, и они, конечно, пойдут в рост, и будут очень хорошо выглядеть. Баклажаны, конечно, нужно выращивать под лампами, иначе они очень сильно вытягиваются, и будут хлипкие. И это, между прочим, конечно, будет сказываться на дальнейшем урожае. Вот, в принципе, у меня на сегодня все. У меня подрастают перцы. Хорошо они взошли. Будут уже через недельку их пересаживать в такие же рассадные пакеты. Еще хочу вам показать. Сейчас уберу. Не так давно была в Москве, на Станкинскую улицу ездила, купила кое-что. Когда буду показывать рассаду цветов, покажу вам и семена цветочков, которые я приобрела. Но планы у меня в этом году поменялись. Я честно вам скажу, что не хотела высаживать тыквы, но решила, буду сажать. Во-первых, прежде всего для того, чтобы кормить животных. У меня домашняя птица, куры. Думаю, что, наверное, утки и гуси появятся в этом году. Поэтому решила тыкву в этом году выращивать. Не только для себя я хотела вырастить, так, чтобы поесть, но и также птицы. Ну, тыкву ореховое масло я уже выращивала давно, собираю свои семена, но своих семян уже не оказалось. Поэтому нашла старые семена промышленные, ну, то есть от производителя, вот три, а, четыре штуки. Я их высажу, потому что уже есть ругодность у них прошел. Вот. Замечательная тыква, невероятно вкусная. Вот кто не ел, и не высевал, и не выращивал, обязательно посадите. Великолепная тыква, мне очень нравится. Я тыкву выбирала, какую для птицы, чтобы она была крупноплодная, и чтобы долго хранилась. Вот бомбина, это я никогда не выращивала. Критерий был, что 10 килограмм. Обычно тыква всегда больше вырастает. И хранится всю зиму. Лежкость у нее прекрасная. Хранится в течение всей зимы, производитель пишет. Семян немного, здесь, наверное, по 4-5 штук максимум. Также давно у меня лежат такие семена. Красная баронесса от биотехники. Тоже крупноплодная. И хранится до следующей весны без потери качеств. Вот. Критерий был, чтобы была крупная, и чтобы очень хорошо хранилась в погребе. Тыква крупноплодная, японская принцесса. Пишут почему-то, что крупноплодная, но она мелкоплодная. Здесь всего лишь 1,1 или 1,7 килограмм. То есть она мелкая тыква. Но решила тоже, пускай будет, потому что она хранится тоже хорошо. Ну, купила также тыкву декоративную. Я не могу без нее обойтись. Кстати, вот такая тыква. Помните? Я вам делала такой обзор красивый на нее. Декоративная. Вот такая еще. Смотрите, она все высохла. Вот эта прям пустая. Она полая внутри. Легкая-легкая. А вот эта тыква, она хранилась в более холодном помещении. И видите, она и внешне выглядит, как свежая, и она тяжелая. И вот такие тыквы, они тоже такие, еще полусухие, потому что в холодном помещении хранились. Эти стояли в ванной, а не сухие. Видите? Да я вам сейчас скажу. Это вот такой сорт бородавчатая, ассорти. Вот. Это в прошлом году я выращивала такую декоративную. Тоже купила ассорти, смесь сортов. Ну, какой хотела, не было такой. Вот. Видите? Она более такая звездочная. Тоже красивая. И двухцветная груша. Тоже декоративная. Смотрите, красивая. Форма как у гуся, как у лагинарии. Знаете, лагинария сорт гусь. И вот такие мелкие тыковки двухцветные. Ну, не удержалась. Я купила семена томата Old German. Посмотрите, какая красота. Я посмотрела на картинку, мне очень захотелось такой томат. На картинке он очень и очень вкусный. Вот такой томат. Выскорослый, крупноплодный, бикалорный. Я буду высевать в этом году. Очень. Прямо так хочется его съесть. А томаты я буду высевать начинать с 8 марта. Не раньше. Это томаты для теплицы. Высевать рано я не вижу смысла, потому что все равно мы все высадим только тогда томаты, когда будет погода. А как правило, она особо у нас в Московской области не меняется. А томаты высокорослые, они начинают перерастать, их высаживают и лежа, и сидя. Я этого никогда не делаю. Томаты высаживаю, так как они растут, практически не заглубляя. Потому что я рано не высеваю томаты. Ну вот, в принципе, у меня на сегодня все. Что хочу вам пожелать? Осейте, выращивайте, сажайте, несмотря ни на что. Я вам желаю всем всего самого хорошего. И пока!